Продолжение следует... 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 Червона зона – это неспроможность медицинских закладов принимать ту количество заболеваний, которые поступают. Чего мы говорим сейчас про Винницкую область, потому что буквально у нас каждого дня, как идуть не онлайн-наради, так и нас запрошивают и до Винницы. Чего Винницкая область еще не вошла в Червону зону, потому что я хочу одно сказать, что очень хорошо работал Департамент охорони здоровья Винницкого, где же администрации. Они проводили великую кількість своей комиссии, которая сейчас, на данный момент, справляется с целью кількістью хворих, которые сегодня поступают в медицинских закладах. Вот когда они неспроможны будут, тогда будет визначено уже Державную комиссию, уже будет введено, чего на лінію Червону карантину уже на территории Винницкого область. Потому что это не говорит про тот показатель, что в Винницкой области меньше людей хворяет, в другой области где-то больше хворяет. Просто там уже медицинские заклади неспроможны справиться с кількістью заболеваний. Наши заклади работают сейчас на меже, буквально еще 1-2% и мы, не дай Бог, можем попасть тоже в Червону лінію и в Червону карантинную зону. Я вас не перебиваю, давайте я скажу так, привет. В Виннице все палаты пустые, нет больных. Давайте, подождите. Дивите, мы выбрали техногенную комиссию, техногенную комиссию, когда заседала, мы выбрали, я так думаю, самый оптимальный шлях. Три варианта, то вы запропонуете три варианта, або дистанционная форма навчанья, або продолжение каникул, або карантин. Мы выбираем очное навчание. Это было рекомендовано. Это же не пяти-десятий класс, что им сказали и делали. Дитина играет, ему нужно, чтобы учителька уяснила, а не в школу. Главное, ваша дать, что играет в школу, чтобы там не было. Как дитя на первом классе может быть дистанционно учиться. Но это не только до 12 числа, после 12 числа. Давайте до 12 числа скажут, что червона у нас, но все ничего. Что это доказано, что это мала дитина переносить у дельту и что остальное? Кто ее доказал? Кто вам так сказал? Если вы не торкнулись с ним, вы можете это говорить. Люди, которые с ним спиткнулись, уже так не говорят, как вы. Дальше хочу вам сказать. Освитный процесс не порушен. Освитный процесс порушен, не порушен. Мы еще обрали одну из форм учения. Вы не имеете права обрати эту форму, это родители имеют право. Как вы сказали закону в Украине про освиту от 2017 года. Вы порушили закон про освиту, потому что освита должна быть доступна. Это очень хорошо, что вы перешли на дистанционное учение. Для кого? Вы подумайте про своих детей. Мы просто выставим обеспечение. Мы где-то больше, чем они выжили сулярными угрозами. Мы делаем обеспечивающие в Куридах. Да, нам не нужно делать это. Давайте. Так давайте. Давайте мы не будем оформлять, мы просто выступаем, мы в нас сами касту. Я, Юлия Концентр, первой неделе, мы занимаемся матеметь. Мы занимаемся тоже выявлением закрепчика в Украине. Я хочу сказать, что если брать по сравнению с веком месяц, у нас на нашей территориальной организации было 27 человек, в том числе 4 детей, за желтым месяц захоряло 194 человек, в том числе 20 детей. На сегодняшний день под наблюдением семейных детей находится 13 детей, из них 9 школьного века и 4 дошкольного века. Что я хочу сказать? И по статистике говорили, что в наш регион, что у нас захороненность выше, чем в среднем области. То есть, если пораховать, то мы уже можем быть в помаранчевом зоне. Не дай Бог червоню. То, что наша область в желтком, это не означает, что все регионы в желтком, понимаете нас, у нас все-таки пошла захороненность среди детей. Вакцинация, действительно, у нас не настолько на высоком уровне, чтобы мы могли вольно все навчаться. Вакцинация и не защищаем. Вакцинация и не защищаем. А можно хворобливость? А про нас, если кто-то основывал осенью и зиму. Они уже темно, они влезли. Не можно сказать. Весь, смотрите, какая статистика. За 29 часов в области захворіло 588 человек. Из них 17 из нашего региона. А можете сказать, на ГРВ скольких хворих на данный момент? Вы знаете, много смертей? Ну, раньше было много. Как вы можете знать? Вы медики? Мы же запитываем вам статистику. Ничего в нас не слышали. Мы же надзвичайно. 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 Соседая по миссии. И тогда принимаем решение. Но вы же понимаете, что еще одна часть наших родителей есть. Кто будет контролювать учитель? Мы учились в прошлом году дистанционно. 10-й А-класс, в том году мы были 9-й А-класс. У нас было два предмета. Англійська, БЕВС, Галина Андреївна. Украинская мова, очередник. Все остальные просто кидали. Вайбер-завдание. Вайбер-завдание. Все. Поясните, в этом году так же будет дистанционно? Еще хуже будет. Какие завдания? Какие родители? Давайте. Давайте звукати. Дитина в экране не может информацию принять. Так. З экрана, как живой связок с читином. Вони не воспринимают. Ты приходишь вечером с работы и думаешь, как дитине пояснить. Завдание вот так его. Номерей столько задают. Как пояснить? Еще догнать то, что до обеда дитина не поняла. И вечером сделать домашнее завдание. Как сделать родителей, которые не ходят на работу с родителями? А в кого трое детей больше? А в кого трое детей больше? А в кого трое детей больше? И купить три планшати, чтобы дитина купить? Три окремные комнаты. А один планшат. Как трое детей в семье гають навчати? Ну, ситуация такая, что мы что-то должны выбирать. Який вариант мы должны выбирать. А про зір дитячий кто-то думает? Мы говорим трое и другие вещи. Ви говорите, возможно, про организацию самого дистанционного навчания. Мы сейчас вивчем это вопрос. Я буду давать доручения, вивчити и сказать, кто это нас так не радует. Но самое главное, давайте слушать одинаково. Мы стихнулись с такой проблемой. Або два недели наши дети навчаются дистанционно, або мы выходим и не контролируем ситуацию по захворению с коронавирусом. А дальше идут хвороби, дальше идут, не дай Бог, смерті. За последний сезон в нашей территориальной громаде есть смерть и с коронавирусом. Ви кажете, что при похолодании увеличивается захворенность. Это всегда так было. Но что изменится в городе 12 числа? Да, да. А раньше люди не помирали? Да. 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 Вы же не знаете. Вы же не знаете. Я не знаю. Конечно. Но из-за того, что дети будут дома, то они не перестали закрывать. Вы не знаете. Вы не знаете. Попробуйте сядьте. Седьмая детьми поработать уроки. Я побачиваю, что вы будете скандали. А не дай Бог, ваши дети закрывают. Не дай Бог, ваши дети закрывают. Эпидемия, будь-що, мае якийсь певний период. И по розрахунку, уже и по статистике МОЗ рекомендует, что это будут два-бековые недели, когда будет визначаться вопрос. Або мы входим в карантинную зону, або эта эпидемия начнет отходить. Поэтому самое главное сейчас нам разом с вами обеспечить возможность того, чтобы как можно меньше людей захворили на эту коробку. Поэтому после двух недель, возможно, я скажу, что мы проводим техногенную комиссию раз в неделю, в разе необходимости. За этот неделю будем исследоваться, по-перше, очень много чиновников, которые влияют на принятие любого решения. Это, по-перше, ситуация с заболеванием на территории нашей громады. По-друге, количество щепленных людей, которые щепились, и есть иммунитет, загальный иммунитет. Мы исследуем технические задействования по закладу подсветки, мы исследуем технических подсветок, и после этого мы собираем комиссию и принимаем решение. Мы продолжаем, или не продолжаем, или изменим форму того самого нашего общения. То есть можем еще и не продолжить, получается. Шановные жители нашей громады, я вам, по-перше, дякую за это. Вы слышали информацию, мы слышали вас. По дистанционному учению мы будем разбираться. Но я вам скажу, что все законные представления принятия нам такого решения. Вы сказали, МОСТ рекомендует. Вы можете обратиться до еще стоящих организаторов и протестировать принятие нашего решения. Нашей техноэнной комиссии. Поэтому мы действовали в рамках действующего законодательства. Мы выходили из этой ситуации, которая склалася на данный момент. Мы выходили из показателей, которые есть у показателей заболевания. Если у вас есть еще какие-то прикрытия. Стосовно законности того, что вы делаете, карантин может вводиться, и это сгідно с статьей 64 Конституции, у нас Конституция – это самый высший правовый закон, так бы мовите. Написано, что карантин может вводиться в условиях военного или надзвичайного состояния. Ни военного, ни надзвичайного. Вы же не ввели карантин. А что? Это стандартная форма учения. Один из вариантов – это же не карантин. А почему мы не говорим о том, что нужно иммунізацию детей, иммунізацию техногенно-экологической безопасности? Давай держите уже за законом до конца. Я вам сказал, что техногенно-экологическая безопасность. Это надзвичайная ситуация. Лидийской селищной ради, протокол такий. Все, просим, а что у нас техногенно-экологическая, что у нас взорвалось, я не знаю, надзвичайная ситуация. Чи настолько... А что, коронавирус – это не надзвичайно? Нее. Мы умовно можем не вважать его. Шановные партии, вы должны просто знать положение о техногенно-экологической комиссии, которая принимает эти решения. Там написано, в каких случаях она скликается, в каких она рассматривает заход. Дивите, давайте, потому что можно дискутировать очень долго. Мы почули вас, вы почули нас. Мы вам сказали, что мы работаем над этим вопросом, мы обеспечиваем ситуацию, и заседания комиссии будут собираться и будут переглядать эти вопросы. Если ситуация не покращается, я вам сразу буду говорить, что дистанционное навчание будет продолжено. Если ситуация покращается, значит, будет переглядать эти вопросы. И еще одно вопрос. В ответ на ваши эти листочки, что вы там конституция, все иначе. Если техногенно-экологическая комиссия была превышена своя повноважение, вы можете вернуться до вишня. Это принято и областное решение, областное решение, областное решение. У нас в районе сколько забрали? Мы все пойдем. Я покажу вам, что не имею права этого делать. Я вам все покажу. А скажите, будь ласка, от граждан литна, запитание, когда будет следующая комиссия? Первое запитание. Комиссия проходить раз в тиждень. Раз в тиждень? В пятницу? В пятницу? В пятницу? Другое вопрос. Я хочу вам сказать, что это еще. У вас нет? У вас нет лекарства. У вас нет лекарства. Мы не говорим, что у детей есть переносчики в этих заборах. У садовки дети не есть переносчики. Мы все равно молимся. У нас в пятницу будет отсюда, на нескольчайные. Но мы сказали один одному про то, что какие у вас есть эти бачения, и мы сказали, какие у вас не бачили. Я говорю, в один из тех, в которых вы можете або погодживаться, або чекать за свидания наступного нашей техноянной комиссии. И если вы считаете их, что мы привезли свои повышения, можете их протестировать. Я вам дякую за то, что пришли. Дякую за дьявол. До побачивания. Мы хотим, чтобы завтрашний день дит виходит на участие. Відеходи со доказательством. Первый, а первое, первое. Розглянемо вопрос. По проблеме, кто там подошел и что ли, посмотрите. Подписывайтесь на окрест. Так, дорогие друзья, то, что мы сейчас возвращаемся, оно ничего не будет. Значит, нужно... Литецкий сервисный глава, она тоже бичует. Прочите, пожалуйста, чунули *** не. Довелося уже до таких заходов. И какие самые школы прошли? Я, вроде, під час нашого спілкування, я сказав, потому что мы получили листики стоящих організацій, где мы должны были привести відповідность и выборы, какие есть. Министерство освіти рекомендувало продолжить каникулы. Это комиссия, которая была при адміністрации президента, мы получили листики, рекомендували всем органам місцевого учреждения перевести заклады освіти на дистанционное навчание на 2 тысячи. Поэтому, взглянувши ситуацию, яка склалася на территории нашей громады, кількість захворюваний, кількість того стану, кількість привитых учителей, кількість взагалі привитых детей на нашей территории. И мы приняли таке решение – отправить наших детей. Все школы пришли на дистанционное навчание. Как вы сказали, что это такое? Есть решение техногенной комиссии областного и дистанционного администрации, есть решение комиссии при администрации президента, есть распоряджение в министерстве. Вы понимаете, они не могут нас заставить, потому что, правильно говорили, есть правила и правила гри. Органи місцевого осуществления, каждый, мающий певную информацию, принимают решение о введении или не введении. Но когда недавно было в Винницкой области введено надзвичайную технологическую комиссию, мы ниже стоящие организации, которая входит в Винницкую область территориальную, мы должны выполнять решение висшестоящих организаций. Но они не смешивали вас? Нас смешивали тот стан захворювания, который есть на территории нашей громады. Если вы возьмете последнюю статистику, когда было заседание при областной администрации и областной раде, в четверг проводилось при Департаменте освятии, вы бачили статистику, которую показывали. В Винницкий район, куда входить Литинская территориальная громада, наибольшее в Винницкой области по количеству захворюваний. И для того, чтобы я говорю, что нужно вводить превентивные заходы, потому что когда люди начнут массово курить, когда им не будет, уже неспроможені будут медицинские заклады их принимать, тогда будет поздно принимать какие-то решения. Этот заход был спрямован на то, чтобы обеспечить наших детей, обеспечить наших громадян щодо поширения захворювания коронавируса на нашей территории. А мы несем за это ответственность. Мы несем за это ответственность и за обеспеченный процесс, но мы несем за это ответственность, потому что, как можно, мы не допустим, мы несем за это ответственность. Хотя у нас смертность уже на этой неделе пошла. Люди помирают, уже подтверждено, от того, что они помирают, у кого не было все. А вот именно в школе, в четыре, в каких-то волосы? Есть заболевания по школам. У нас есть статистика, на прошлой неделе была заболевания и в детских садках, так и в школах. Я вам не могу сколько сказать, потому что в другом садике есть случаи заболеваний, как у детей. В первом садике, в нашем литинском садках есть. Так же есть у школах заболевания, с тем, что заболевают и дети. Вам же ж была наведена сегодня статистика, главным лекаром первинки, что сколько детей заболевали на территории нашей громады. Мы, в первую очередь, я отвечаю за то, чтобы не допустить смертности среди себя. Я понимаю, возможно, кому нравится это, вы же прекрасно знаете, что есть сторонники вакцинации, есть противники, одни люди верят в это, одни люди в это не верят. Мы, извините, займем посадку, и мы несем ответственность за то, чтобы контролировать ситуацию, чтобы эта ситуация с хворяем не вышла из-под контроля. Потому что наша лекарня не есть ковидной лекарне, наша лекарня есть в третьей черзе, но мы видим то, что делается. Давайте мы с вами будем какими-то прагматиками и видим то, что есть. Давайте посмотрим в тех лекарнях, где сейчас вели червоную линю, когда людям не хватает кислорода, и когда люди просто помирают от того и чего. Я бы не хотел, чтобы на нашей территории так же стало. Поэтому я вам дякую за информацию. И дякую за это. И что? 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 У нас есть законы, а не нахазы. Они говорят, что им дадут аттестат, и они сразу поедут в Польшу на заработки. Пахать там на дебиле. Я не от Министерства, я представник селища. Я не от Министерства. Вы представляете мой дилосит, который предоставлен в полномаженном органе селища. Скажите, будь ласка, а как щодо порушения лекарской таймнице? Вы берете відомость от учителей, они вакцинованы или нет? Это лекарская таймница? Это лекарская таймница. Это касательно 39 частини, первой. Нам, керевники заклада, поведомляют. Порушивают закон, ваши керевники. А это вообще медичная тайна. Потому что, я же вам скажу, есть закон Министерства охорони судьбы, а есть наказ. Наказ, наказ, он не имеет никакой юридической силы, если он порушивает Конституцию или закон. Министерство, якое слово просто чарівное. Министерство рекомендувало, и мы должны все... ...вакцинованы или не вакцинованы. Что такое наказ? Есть закон Украины про право на работу. Но нет права его дотриматься. Вы понимаете? Вы сейчас говорите, наказ, або из Министерства рекомендуйте. Вы, если воно, эти накази, эти листочки приходят из Министерства и они не отвечают закону в Украине Конституции, то вы порушите закон. А здесь здоровье глупо. Вы что дотримаете из этого подряд? Верховная Рада... Верховная Рада мала проголосувати. Було? Нет. Яку юридичную силу має наказ? Министерство – это законодательный орган. А главный закон – это законодательный орган. Верховная Рада. Верховная Рада. А как? Все хворили. Все хворили. Все хворили. И слава Богу. А я видела, когда люди просят в медсестры дайте киснерий. Боже, это вы что? А вы больны, когда дети воспаления? Два года назад это дети воспаления творят? Вы знаете, что такое воспаление у дедины, кроме коронавируса? Огнишевого, постороннего. То у нас ее нет? Через запланирование. А раньше запланирование не было. А сейчас такая проблема, что нужно всем по домам. Раньше осень, зима. Все хворили. Как раньше хворили, так сейчас хворили. Сулеционная коронавирус. Умер от коронавируса. Абсолютно все. Это полицию выкликали? Ну, нет. Сулеционная коронавируса. Пошли. Умер от коронавируса. Хворили. Доброго дня. Доброго дня. Скажите, вас сейчас выкликали? Нее, это до меня. Я верю в прошенню. Не выкликали. Я верю в прошенню. Ага. 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 Наречею, не знаю. Ага. У нас требуется юрисов. У нас требуетсяarme хорошей юрисовки. Да? Да. У нас еще не было. И субъект, да? Нет. Он жил, что números. Сказали. что они будут нам постачать газ в листопад-грудень, плюс полностью наступный обзор. Анатолий Иванович, что все готово? Да, хоть завтра. Да, то что школы не опалили? А мы включаем, нормально, мы включим опаление. Когда? Завтра. Если завтра не будет, то завтра 33-й из ранка еще приезжает. Приедет СН, мы будем звонить в департамент освіти, значит, куда же там, в СБУ будем писать, будем ходить на все, если завтра діти не идут в школу. Ни хто не сегодня, если завтра не идут, то где, значит, каждый день будет стоять? Я не думаю, згідно, чинно. Мы не порушили. Мы не порушили. Мы не порушили. Мы не порушили. Рекомендационных листов. Рекомендационных листов. Чего? Литинцы учатся, а мы не учимось. Там нема у нас хворих. Учителі, есть учителі стольких хворих, что мы можем закрыть школу. Кто хочет, пошли, посмотрим на договоры. Нам нужно статистику показать, что дети действительно хворят. Чего? Писали даже с COVID-19, что если хворяет детина в классе, то надо закрыть класс. А не ваш Литинский район. Ну так же говорили? Если у того года одна дитина в классе и шла на карантин. У нас в классе учителька хворила. У нас закрыли класс и учителька сидела на карантин. Это как школа училась. Цего года четыре учительки на весь район, как вы говорили. Закрыли весь Литинский район школы. Дайте ответ. Я вам дала ответ. Школу меня не закрыли. Где школы закрили? А что вы сейчас делаете? Вы закрыли дверей для детей, посадили их дома. Они не ходят в школу. То это вы можете прийти? Я на работе. Я на работе. Кто будет здесь заниматься этим дистанционным навчанием? Объясните. У минулого года до шести классов никто не учился на дистанционном навчании. Мы учились, ходили. Мали дети ходили. В первом классе. В первом классе. В первом классе. В первом классе. А чего этого года первые, четвертые классы не могут ходить? Ну от правил наших детей. Хочем, конечно, хотим. Я тоже хочу, чтобы вы потом не собирались тут, в связи с тем, что... Ну только в ключе топали. Мы же два роти жили на вас. Я не верю, что его нет. Слава Богу, что у вас его нормально. Слава Богу, что у вас его нормально. Слава Богу, что у вас его нормально. Но если вам там могут думать про ковид, то он так... Можна сидеться ровно и думать. Я завтра помру. Засикливаться на другом классе. Давайте будем думать про те, как поднимать иммунитет наших детей. Нашего населення. Они не хворили или хворили. За безкоштовное навчание не переживает никто. За рекламу никто. Но за то, что умеет. А что переживает? А где літо? Я даю ответ на это вопрос. Перший класс. Як они могут харчуватися? Как они могут? Лито. Когда нам это... Кошти государственной субвенции. Кошти пришли в год и месяц. А не можно его сделать? На весну его перекласти? Не можно их на лито? Не можно. Вот тут дали. И надо вернуться сюда. Я вам больше этого скажу. До 31 грудня 2021 года мы должны их использовать. Если мы их не используем, то у нас уже все учатся. Это не наши проблемы. Это ваши проблемы. Это ваши проблемы. А где вы, по мне, рамешаешь? День, на урок зайдите. День, день. Приходи в 5 часов и первый раз к ней. Снимаем сегодня прострад к метро. Ну так не робите и день, и ніч. А не вы робите их? Еще третья. Я ж только вам рассказала. Мы их будем делать до 31 грудня. Какого? 31 грудня. А что раньше они не могут сработать? Кошти пришли в жутнюю месяц. Какая разница? Они как поедутся. Сейчас. На колене его надо работать готов. Мы на королевину. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok